Тоже были в пыльснике каком-то тяжелом. Он за вами идет следом. То есть всегда, когда человек, который работает над собой, его близкий человек шаг назад всегда идет. Он тоже развивается, но шаг назад. То есть ты вот здесь, а он вот здесь будет. Ты там, он там. Ну вот так. И так и будет, пока он сам не включится. Пока он пассивно развивается, он будет шаг назад за вами идти. Но скоро включится сам. Годика через полтора у него начинается хороший период. Он включится и будет сам развиваться уже. Надо терпеть. Продолжать жить, развиваться, терпеть жизнь. Самое лучшее судьбу терпеть. И она меняется. Все улучшается. Продолжайте. У вас все хорошо будет. Первый вопрос. Сын у меня уехал в Израиль. И как бы как мать я его, конечно, отпустила. Благословила. Но вот это вот как... Садитесь. Ну и гаизм по-светски. Все равно, где-то немножечко я переживаю за него. Стоит ему там оставаться или нет. Что, вы можете решать, стоит ему или нет? Это же он решает. Это да. Ну, сейчас какой-то такой у него там этап, пока он вот работу ищет. Ну, кто это решает? Это он уже решает. Ни я, ни вы. Ну, вот вопрос, наверное, это его страна. Получится у него там все? А, неизвестный. Все зависит от усилий. Везде тяжело найти работу. Тяжело. Вот он переехал, идет адаптация какое-то время. Потом привыкание к ненталитету ко всему. И потом только начинается жизнь. Где-то года через два только у него включится там в жизнь. Раньше не включится. Поймите, это этический вопрос. То есть я не могу сейчас говорить, получится, не получится, подходит, не подходит. Потому что я говорю не с ним, а с вами. А вы меня используете рычагом для того, чтобы решать свои вопросы. И это нечестно. Ни ко мне, ни к нему. И второй вопрос можно задать? Можно. В тринадцатом году мой муж ушел из семьи. И с тринадцатого года у меня сейчас появились более серьезные отношения. Но все равно вопрос у меня в том, что все-таки мне муж ждать или уже с этими отношениями не решать? А он хочет возвращаться к мужу? Я не спрашиваю. Так спросите. Чего вы меня вот спрашиваете вместо него? Надо его спросить. Может, он хочет? Вы поймите такую вещь, что вот вы сейчас хотите решать свои вопросы с помощью меня. А надо решать с помощью молитв. И с помощью своих собственных поступков. Понимаете? Вот с сыном надо просто молиться, чтобы в нем все получилось, и чтобы вы не жаждали его присутствия. Это нечестно по отношению к нему. Это разрушает его жизнь. Вы сейчас свои силы оттягиваете его оттуда, не даете ему там жить. Что касается мужа, то опять тоже как бы вы хотите решить его свободу выбора. То есть, я не знаю, то есть, я не вижу, чтобы он вернулся, но он может вернуться у него. И бывают такие мысли. Но вы должны понять, что это не решается с помощью Олега Геннадьевича. Вы должны помолиться, набраться сил внутренних, позвонить, поговорить с ним. Все решить окончательно. А вы хотите ответственность перенести на меня. То есть, другими словами, вы работать не хотите над собой. Хотите, чтобы я над вами работал. Понимаете? Трудитесь над собой. Выходите из эмоционального состояния. Станьте сильной. Укрепляйте свою жизнь, свою судьбу. Человек, когда слаб, он не знает, что ему делать в жизни. Нужна молитва, свежий воздух, отчаяние убрать по поводу сына и сердца. И так далее. Понимаете? Так надо жить. Из депрессии выкарабкались чуть-чуть, теперь надо дальше двигаться. Нельзя так жить. Неправильное мышление. Не надо надеяться, что кто-то вам что-то скажет. Потому что, ладно, если я, допустим, понимаю, есть люди, которые просто будут пользоваться вашим желанием, спихивать свои, ну, желание решать вопросы на других. Они могут денежку брать за это и вас просто обманывать. Понимаете? Поэтому вот эта сама идея, что кто-то должен за вас решать, принимать решение, это неправильная идея в целом, но опасная для судьбы. Потому что мог бы кто-то воспользоваться этим и разрушать вашу жизнь таким образом. Продолжение следует... Продолжение следует...